Всем привет! Меня зовут Илья Прусикин, и вы смотрите программу «В порядке вещей». Вот уже как 20 лет мы живем в правовом демократическом государстве Россия, где давно уже платные детские сады, школы, обучение в университете, медицина и многое другое. На заработанные деньги мы покупаем квартиры и платим налоги на все. Одним словом, в России наступила эра капитализма. Но при этом до сих пор существует срочная служба в армии. В Советском Союзе она была оправдана. Ведь все было бесплатным. Человек был обеспечен едой, образованием, работой и квартирой. И он действительно был должен родине. Сейчас, чтобы купить квартиру, нужно продать почки, печень, легкие. Причем всей семье. И денег с продажи органов хватит только на первоначальный взнос. А любой институт дает диплом продавца-консультанта в магазине бытовой техники. Фраза «долг родине» звучит как-то странно. Но как ни крути, долг есть долг. И его нужно оплатить службой в армии. Товарищ военком, я не хочу в армию. И давайте сразу, сколько стоит военный билет? Да ты что, супостат? Думаешь, я Россию-матушку за деньги продам? Да ты что, Джарахуйский, головой своей совсем не думаешь? 200 тысяч. Да. Получается, что у каждого молодого человека долг перед Родиной, который в военкомате оценивается в 200 тысяч рублей. Но при этом человек платит деньги в бюджет страны на нужды государства. А армия входит в эти нужды. Для того, чтобы потом за свой же счет пойти отдавать долг родине, который, как мы уже выяснили, равен 200 тысячам рублей. И защищать самого же себя. Получается, человек дважды платит деньги для того, чтобы бесплатно и целый год строить дачу какому-нибудь генералу? Это похоже на какую-то финансовую пирамиду. Э-э-э, пацаны, я тут ни при чем! Как бы это ни было абсурдным, но срочная служба в армии имеет место быть. Берут, конечно, не всех. Люди с врожденными заболеваниями, гомосексуалисты и те, кому религиозные принципы не позволяют служить, в армию не призываются. С первыми все понятно, но как они определяют гомосексуалистов? Мне одному кажется, что существует только единственный способ выявления. Ну что ж, Жарахуйский, не гей ты. Брыдкости в тебе мало, вот этой. Огонька, что ли, нету? Не знаю. В армию пойдешь, в ВДВ. Там из тебя мужика сделают. Будешь как я. Каждый год генералы жалуются о недоборе. Мало здоровых, много уклонистов. Я предлагаю призывать в армию только геев. Вы увидите, что численность армии возрастет в два раза, так как каждый гей приведет с собой одного... подругу, чтобы ему было там не скучно. А это значит, что Москва станет намного просторнее. Да и армейские бараки с военной техникой немного преобразятся. У меня не очень хорошая новость для верующих. Призыву не принадлежат физически неполноценные люди с патологиями и геи. Но религиозные деятели также не призываются на военную службу. Можно сказать, их поставили в одну линию с геями и инвалидами. Получается, российская армия признает слишком религиозных людей неполноценными, а принадлежность к той или иной конфессии признается патологией? Ну, либо это какой-то божественный блат. Даже присутствие самого Иисуса в приемной комиссии не изменило бы ситуацию. Ну что значит, Джарахуйский не педик, сам лично проверил. Прыдкости в нем нет. Но теперь, говорит, не могу служить, потому что служу Богу. То есть вы говорите, что не можете служить в армии, потому что служите Богу? Так точно. Грешили? Никак нет. Руки покажи. Я говорю, руки покажи. Ну вот, грешник. Какой ему ВДВ? В танковые войска его. А то он в карликовый какой-то. Будь осторожен. Ведь существует опасная вероятность того, что в армии из тебя сделают настоящего мужчину. Настоящего русского мужчину. Демобилизация. Очень бы не хотелось стать таким. И в конце передачи хотелось бы подвести итог. С распадом Советского Союза российская армия должна была перейти на контрактную основу. В стране, где земля, вода, полезные ископаемые принадлежат частным лицам и продается народу по экспортным ценам, срочная служба в армии по сути является самым настоящим рабством. За защиту страны и ресурсов, которые находятся в частных владениях, должны платить деньги профессионал, которые сами выбрали эту работу. Рабство в нашей стране было и остается. И это уже в порядке вещей. На этом все. С вами был Илья Прусикин. Подписывайся на канал Давай Лайма, Давай Лайкой. Пока! Субтитры подогнал «Симон»